Всем привет народ, это рубрика Дауны в отзывах Бравл Старса. Поехали, первый отзыв. В игре плюсов мало, есть три минуса. Первый тупые тиммейты, которые мешают нормально играть. Бравл Болли сами себе забивают гол, специально умирают. Второй, в игре много доната и тех, кто соответственно донатит. Например, люди, которых Гейл, легендарки на 100 кубках и много чего еще. Скины тоже стоят кучу денег, хотя они игровой процесс и не влияют. И третий, самый главный минус, значок плохого интернета. Из-за него сливаются все катки и сразу же желание играть пропадает. Вряд ли исправите. И в первом же отзыве мы сразу находим три минуса. С первым я согласен, что попадаются такие тиммейты, которые сами дохнут, сами себя забивают и это очень бесит. Но это рандом, ничего с этим не поделаешь. Что касается донатных скинов. Ну народ, везде есть донат в любой игре. А скины, ну разработчики не будут же вам выдавать их бесплатно. Это будет тогда бессмысленно. И третий, самый главный минус, это значок плохого интернета. Вот здесь я полностью согласен. Разработчики, поменяйте пожалуйста сервера. Сделайте их исправными. Я согласен, что из-за них большинство сливают. Даже я сливал много раз. Надеюсь, они это исправят. Переходим дальше. Я поставил три звезды, потому что в обновлении нельзя получать из ящиков кристаллы. Сервера ужасно лагают. Интернет у меня хороший, телефон тоже. А так игра хорошая. Если лаги пофиксят, то я исправлю на четыре звезды. Большое спасибо за внимание. В принципе, народ разработчики сделали не все так плохо. Они добавили кристаллы в дорожку Бравл Пасса. Причем бесплатную тоже. Поэтому, мне кажется, это хорошая замена. Но единственный минус, да, то, что мы можем собирать гораздо меньше рубиного. Если раньше мы могли собрать 100, в этот раз мы соберем максимум 80. Ну и опять же мы видим, что жалобы на лагание серверов. Я надеюсь, разработчики вскоре это реально исправят. Потому что это серьезно бесит. Он сказал, если лаги пофиксят, то он исправит на четыре звезды. Но я думаю, разработчики даже не читают комментарии к игре. Поэтому он будет ждать этого очень долго. Играю в Бравл Старс около трех месяцев. Все хорошо, но почему три звезды? Сейчас объясню. Почему имя можно менять один раз бесплатно, а потом за 60-90 и более кристаллов? Это очень неудобно. Бравл Пасс очень плохая штука. За несколько игр у меня набралось 400 жетонов. Но вместо четырех маленьких ящиков я открывал всего лишь один. Бравл Старс мне очень нравится, но после обновления интерес к игре пропало. Разработчики, исправьте, пожалуйста. И здесь опять мы видим только одни жалобы, народ. Менять имя один раз бесплатно, это так во всех играх. Дальше по-любому тебе нужно будет заплатить рубины, золото или что-то, что важное в игре. Также, народ, Бравл Пасс очень плохая штука. Ну, не знаю. Я с этим полностью не согласен, думаю, как и все остальные. То есть, он жалуется то, что за 400 жетонов он открыл всего лишь один ящик. Слушай, если бы ты нормально выполнял квесты, которые тебе дают, выполнял их полностью и все, то ты бы открывал намного больше. Поэтому здесь, скорее всего, ошибка в тебе. После обновления интерес пропал. Исправьте, пожалуйста, разработчики. Что он попросил исправить? Бравл Пасс? Типа, чтобы его опять удалили? Я вообще не понял этого. Большинство людей обновление по-любому понравилось, народ. Также поставьте лайкос, если вам понравится это видео. Игра топчик, но я ставлю 4, потому что тут почти никогда не выпадает лего. Кстати, молодцы, что придумали редкость хроматический. За хроматических 5. Но почему только у очков силы и монет много процентов? Мне это не нравится. Если это не исправят, то я поставлю одну звезду. Здесь мы видим уже 5 звезд в игре. Но здесь есть шантаж. Он шантажирует разработчиков, что если не выпадет ему лего, то он поставит одну звезду. Я повторяю еще раз, что разработчики вообще не читают комментарии к этой игре, да и к любой. Тем более, лего выпадет или нет, все зависит от рандома, от твоего везения, а не от разработчиков. Если ты везучий, то тебе обязательно выпадет. Мне, например, выпало лего спайк на 9-10 тысяч кубках. Это нормально, это адекватно. Некоторым, да, везет больше, и у них выпадает лего на 900, на 2000. Но это, народ, кому как повезет. Поэтому не надо из-за этого гонобить игру и писать плохие отзывы. За хроматического бойца разработчики реально хорошо сделали. Надеюсь, дальше пойдут также еще несколько новых хроматических бойцов. Игра топ. У меня почти 5к. Очень интересное обновление. Мне очень нравятся. Разработчики молодцы. Конечно, бывают лаги и долгая загрузка, но это происходит редко. Нет рекламы, все супер, 5 звезд. Ну и последний отзыв я решил сделать положительным. Он здесь 5 звезд. Вообще никаких претензий, но только что насчет лагов. Но они есть почти что во всех играх. Подписывайся на канал, ставь лайк, если тебе понравилось это видео.